Вопросы, которые не были внесены в повестку заседания Совета депутатов, но решения, которых ждали многие в Химках, были приняты единогласно. Депутаты поддержали предложение о выплате компенсации жителям квартир пострадавших при взрыве на Зеленой улице. Выплаты должны получить все собственники квартиры, а не только зарегистрированные. Прежде чем вынести этот вопрос на обсуждение Совета депутатов, были учтены все обращения пострадавших жителей. Сегодня мы приняли решение об оказании помощи этим людям в зависимости от количества членов семьи. Сумма серьезная, почти 22 миллиона. Депутаты, конечно, единодушно поддержали это решение. Это очень важный момент. Также депутаты единогласно поддержали инициативу о предоставлении в мае ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны льгот на оплату услуг ЖКХ. Мы же будем традиционно наших ветеранов 9 мая освобождать от платежей за ЖКХ. Ну, конечно, наверное, это мы уже делаем абсолютно традиционно и каждый год. Кто за принятие данного решения? То есть, сейчас мы говорим о моем месте. Прошу голосовать. Партия «Единая Россия» предложила освободить от коммунальных платежей ветеранов не только на один месяц, но и до конца года. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем собрании депутатов. Не обошлось без конфликтов. В адрес главы округа со стороны некоторых депутатов прозвучало несколько спорных вопросов, которые в последнее время волнуют общественность. Один из них – судьба Алешкинского леса, так как некоторые активисты распространяли недостоверную информацию о его вырубке. Это прямое вранье жителям. Кроме того, данная территория не относится к особо охраняемым природным территориям. Спор возник из-за строительства жилых домов. Но глава подчеркнул, эти участки застройки не входят в состав территории Алешкинского леса. Более того, этот лес является частью природного парка Тушинский, расположен на территории города Москвы. Вот смотрите, видите, розовая часть, ну, все мы видим наш город. Это граница Химок. Два земельных участка, они внутри границы. На них нет леса. На них нет леса, пожалуйста. На участках, на которых планируется застройка, леса нет. Лес находится на территории города Москвы. Эти границы четко перед вами. Поэтому прошу, пожалуйста, прекратить дурить голову жителям Химок. Любая вырубка деревьев при производстве работ, при застройке этих участков не допускается. Эти вопросы оформлены законодательно. Также обсуждался вопрос продажи участка земли во дворе дома по улице Маяковского с расположенной на ней детской площадкой и парковкой. Глава опроверг эту информацию, апеллируя к официальным документам. Председатель Совета депутатов Александр Дрюнов обратился к народным избранникам с просьбой проверять информацию, прежде чем вводить в заблуждение жителей Химок. Александр Гузаев, Руслан Цаффин, Дмитрий Бочаров, Алексей Сеченко. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова